сами видите откуда я иду и куда направляюсь не надо где-то этим водоемом спуститься но блин фиг знает может и спущу здесь на эту гору я бы не хочу уже подниматься что мне там делать сегодня уже буду знать что здесь есть такой бой сегодня как бы о май год здесь еще круто крутой обрыв но ходит кто-то ходит значит можно спуститься и как бы тут уже есть где спуститься и спускаться ладно следующий репортаж будет когда я буду ощущать себя уже safety пока пожелайте мне удачи ускорение не допускается здесь надо работать зигзагом я никакого ускорения так далее и так подобнее лучше бы кто нашел за мной сверху потому что можно получить камнем в голове видите ребята с каких катоком спускаемся мы как бы экскаватором поработано а это мелкая дробь мелкие камни как бы можно уже немножко по немножко такой бардак идем туда я вижу там надо спускаться можно конечно там же дороги есть нам туда безопасно выхожу на связь и чувствовал себя более-менее безопасно конечно тут еще много чего но уже не так как там где бы было совершенно скользко каждый шаг здесь побольше побольше уже камни спотыкаюсь какие-то ну уже можно идти главное главное что вижу там есть спуск дороги а у дороги озеро почему бы в это озеро не влезть вода-то теплая будет наверное не охладиться после дороги то я так думаю почему бы нет почему бы нет как приятно когда ручеек слышно вода пока бываешь дома и пьешь воду когда только захотел не ощущаешь цену прохладные воды когда целый день шастаешь по горам вот тогда знаешь сколько стоит вода сколько стоит горки этой воды приятно смотреть на каждый маленький ручейек каждое маленькое проявление этого чуда которое называется вода а нам туда пофигачили ну как вам балкончик то ну и как бы тут не вспомнить про альпинистов твоих недела когда идешь по каким местам медрена меди это это есть аттракцион настоящий аттракцион слышу водопад места местечки идем дальше да не думал я что есть здесь такие пейзажные маршруты пипец вот это да не думал что есть такие виды вот это камень какое-то чудо равновесие да я заговорился но мне дальше то где дальше это зигзаг же у этого камня ну стоит еще более-менее немножко решил передохнуть вы ребята не поверите но я спускаюсь вот оттуда а вот оттуда зигзагами зигзагами а вот это мокрая скала прямо с нее падает вода вся она мокрая там тоже слышен ручей там видна деревушка как-то выросшие на обрыве держится как-то между камней корни наверное пока не падает но уже сухая вроде еще листья есть да зеленые есть листья кривая вся держится ну вот программа от самсунга пишет на часах sony сегодня вы установили рекорд по движению как они тут пишут и достигли цели по количеству шагов и установили рекорд сегодня да еще устанавливаю устанавливаем ладно пошли дальше такс такс это женщинам нравится да ну нафиг так ну надо сам туда Сейчас, наверное, буду как-то вот сюда Хорошо, что растяжка есть Да Это не шутки Вот я спускаюсь, я оттуда иду Вот, даже такие вещи есть здесь Ну, а я только что понял, что обошел Трифон по очень-очень большому периметру Ну, обойду Потому что, получается, по часовой стрелке шагал Ну, там, конечно, отклонения большие были Ну, говорю, вот очень большой периметр получился И даже не знал, что здесь получится ли, мстится или нет Ну, сейчас вижу, конечно, что получится Да Ну, только что встретил двух человек Ну, пар там Мужчина лет 55 Женщина Женщина там не поймешь Вот они шли вверх А я иду вниз Ага Кто-то идет сюда Тоже розовые Как вы, девчонки Мне надо Блин, я не всегда спускаюсь Щит Ну, ладно Все равно туда выйду Надо К автостраде В автостраде Трифон в эту сторону Значит, я поворачиваю направо Пока дойду в свой автомобиль Только сейчас понял, почему мне так легко стало Ну, во-первых, я выпил молоко своего, все Которое осталось Там стакан еще был Пока ждал снизу, пока эта пара пройдет Потому что узкая дорожка там была в этом месте Вот, почистил свои очки вот в то время Ну, поздоровались, прошлись Много мыслей всяких приходит, когда идешь так долго Один Нет никаких раздражителей Нет работы, нет телевизора Нет жужжания машин Нет других людей Фактически Вот, я подумал, что я давно мечтал Вот, разъезжал Первые разве какие были Увидел, что есть такая сноудония Случайно На карте На атласе, который привез с собой С Литвы Ну, и пофигачил в ту точку Ну, и доехал до моря Это был Бармоут В Велсе И по дороге надо было проезжать через сноудонию Я увидел, что очень красивые горы Очень красивая природа Типа таких вот растений Все такое Вот, и мечтал походить пешими маршрутами по этим горам Думал, что точно должны быть Но не думал, что такие есть шикарные Даже для людей И не думал, что так много людей ходит по ним Что-то так много любителей Оказывается, есть очень много людей, которые ходят Которые любят так же, как я Ходить по горам Любят такой активный отдых Любят такой активный отдых А вот очень прикольный мосток Кстати, он каменный, по-моему Да, с одного монолита Там Жизнь Продолжение следует итак друзья к этой панораме пока я наверху вот как бы я сначала думаете там по дорожке вокруг этого водоема и выйти там есть автострада и в эту сторону до трифона где автомобиль но выходит что я выйду здесь по этой дорожке нам там дети вот мелкие люди идут еще куда-то вверх но там на солнце выйду где-то перед автостраду и пойду на правую сторону там будет вперед приходится вечер уже небо ясное солнце за горой прячется там луч еще выдается огромная территория зеленая красивые люди еще гуляет но вверх мало кто уже полезет поздно потому что ну а я адрес гуляю сегодня весь день с вами иду дальше куда подался ветер от этой шапки когда я их ей так махнул вот в эту сторону так это секунд